Всем привет! Сегодня у нас 3 апреля 2020 года. Были у нас сильные морозы. Ударило до минус 9 градусов. Побило все. Осталось вообще единичное. Лупаешь, смотришь, просто караул. Ужас! Это абрикос, колеровка крупноплодная. Очень вкусный сорт. Я за него говорил, снимал его в том году. То есть очень сильно побило морозом. Можно видеть вот такой вид у него. Буквально 3 дня назад он был весь беленький, цвел, а сейчас все рыжее. Так, вот сорт абрикоса Эрли Ред Оранж. Тоже весь черный. Вот можно видеть. Тоже смотрел из 10 штук. Если где-то одна в закрытой почке зеленая, то все черное. А вот так минус 9 перенес абрикос селена. То есть он был закрытый. Тут еще некоторые видно. Цветочки закрытые. В принципе, я думаю, 50 на 50. 50% урожая должен снять с этого сорта. Вот так вот. То есть он более-менее ничего. Вот рядышком сорт. Нектариновый априум. У него процентов 80 повредилось. Смотрел черного. То есть то, что он беленький, вот это внутри все черное. То есть тоже минус 9 дало себе знать. Вот абрикос персиковый. Некоторые плоды, то есть некоторые цветы белые, но внутри они черные. Вот тоже видно. Те, что открылись раньше, они просто все черные. А беленькие цветочки, это те, которые открылись уже после мороза. Но они тоже поврежденные. То есть вряд ли что будет. Сейчас пойдем к другим деревьям. Это абрикос крымский амур. Тоже те цветы, которые были закрыты, они вот только распустились. Те, что были открыты, они все черные. И все побило. Возможно, в этом году и попробую абрикосу. Просто попробую, какая она на вкус. Но я думаю, не более. После таких морозов, вот оно все черное стоит. Все черное. Вряд ли что-то будет. Там есть единичные, что только открылись. Но я думаю, что это все мрак. Этот цунами тоже упал из 20 абрикосок. Максимум 2 или 3 зеленые, и то все остальное черное. То есть его тоже хорошо хапануло. Оно тут около реки, ветер дул. Плюс мороз, холод. Короче, оно дало свое. Некоторые тут есть цветочки еще. Вроде только распускаются единичные. Но я думаю, что им капец. И вот ради интереса покажу сорт априум. Он был закрытый. Он даже еще некоторые цветы закрытые. Он весь беленький. Упал у него из 10 штучек примерно 2 или 3 поврежденные. А все остальные, то есть живые. Я думаю, что конкретно этот абрикос я в этом году попробую. Он видно, он еще закрытый. То есть минус 9 он пережил более-менее нормально. Он еще только-только начинает открываться. Вот это на него одна надежда, что хоть что-то попробуем. В этом очень страшном 2020 году. Сейчас пойдем к другому дереву. Это сорт Harustar. То есть он тоже еще есть закрытый. То есть смотрю, цветочки на нем должны быть. То есть должен попробовать я урожаю в этом области резкость. Вот так вот. То есть его упал, то примерно процентов 60 есть, процентов 40 умерло. Я его в тот раз забыл показать. Это Harustar. Сейчас покажу другой абрикос. Это у нас NGA19. Его под Био тоже. Здорово, лепестки. Он видно, такие телепаются, как тряпки. Посмотрим. Я, по-моему, сниму видео, когда завяжется. Какой будет процент после минус 9. На данных сортах ради интереса покажу. Мне самое интересное, что останется. Тут он цветы вроде живые. И тоже вот оно видно на краю с реки. То есть тут холодно было. Я приезжал, забыл насосы снять. Приезжал в 12 ночи. Насосы уже были замерзшие. То есть я снял, чтобы их не разорвало. И мороз тут уже был минус 9. Вот такой вид имеет абрикос. Черный принц. Тоже половина цветов подбито. Вот эти, что после мороза открылись. Вроде ничего. Но многое подбито. Внутри смотришь, что 50 на 50, думаю. Ну, как завяжется, я уже расскажу, покажу. Как он еще не обрезан. То есть не смотришь, что все загущено. Оно будет все вырезаться. То есть вот так вот он цветет на данный момент. Так, сейчас покажу другой сорт. Вот сорт рубиста. Тоже хорошо подбило. Тоже видно. Часть черная. Часть только расцвело. Ну, если пару абрикосок будет, что я попробую. То есть, то это хорошо. Но может быть даже и их не будет. То есть вот так вот. Это сорт рубиста. Тут был заморозок. Минус 8 у меня дома. Вот что стало с абрикосом у отца во дворе в городе. То есть все черное. Вот такое вот. Вот такое вот подарочек принесло нам. Сорт абрикоса. Кольдеровка крупноплодная. А вот абрикос у отца. Название мы не знаем. Он довольно-таки ранний. Очень вкусный. И довольно-таки крупный. Вот он морозом вообще не повредился. То есть я его пал цветы смотрел. То есть там 99% он видно весь беленький. То есть супер. То есть это один из немногих абрикос, который как бы уцелел при таких отрицательных температурах. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok